Вот мама какая? Можете немножечко про нее рассказать? Это моя мама. До свидания. Отойдите, пожалуйста. Мне кажется, вы тоже жесткая. А? Вы тоже жесткая. Жесткая? Да. Видишь, ты меня раскусила. Я на самом деле не жесткая. Все так иногда чувствует какой-то мой характер. Актриса – это женщина, у которой нет никаких обязательств, никаких вот это все, дети, пеленки какие-то. Ой, какая гадость. Но это не было принято тогда. А как обычно женщина съест сосиску и в оси? Ой, сосиску и в оси. Сосиску и в оси. Селедку и в оси. Ну, отношения свекровь-невестка – это такой всегда больной вопрос. Чем больше ты любишь меня, тем меньше меня любит твоя мама. Но, тем не менее, вы в очень юном возрасте уходите из профессии ради любви. Никогда мужчина не изменит, если любит тебя. Хрупкая и одновременно сильная, высокий профессионал и влюбленная дурочка. Так моя гостья описывает свою героиню. И говорит, что в ней живет множество женщин. Интересно, а сколько женщин живет в ней самой? Об этом мы поговорим с главной звездой сериала «Ищейка» – Анной Банщиковой. Мне кажется, в каждой редакции должен быть ***. Вообще, однозначно, не знаю. На случай очень убитых артистов. Уже просто. Которым уже… О! У меня карманов нет почему-то в брюках. Они есть. Ну вот чуть-чуть еще подальше. Чуть-чуть за него. Мне уже нравится. Слушай, а можете кто-то сделать, чтобы мне было… Вот, посмотри, по кадру, чтобы я… Вот, как будто я алкаш. У меня, знаешь, наоборот. О, господи. Не, посмотри, реально, потому что в кадре все *** видно. Меня заинтересовали, значит, некоторые факты из вашей жизни, которые вы прописывали очень так детально. О некоторых я поговорю с вами. Первый. Я люблю выпить, но никогда не пьянею. Как на вас действует алкоголь? Прекрасно. Вместо кофе у меня бодрит. Что вы пьете? Я не пьянею, правда, к сожалению, на самом деле. Иногда же хочется, потому что вот сейчас вот люди там выпивают, напиваются, ничего не помнят, что было вчера, и как-то расслабляются. Нет, на меня так это не действует, к сожалению. А как действует? Просто поднимать настроение чуть-чуть, да, и как бы чуть-чуть как-то расслабляешься, и я, наоборот, просыпаюсь. Если я вот уставшая, я могу выпить там что-нибудь, там глоток вина, и я сразу как-то бодрее себя чувствую вместо кофе. А от кофе, наоборот, засыпаю. А как на вас… Я из Петербурга просто. Этим все сказано. А вы выросли в Питере. Для вас Питер, он какой? Для кого-то он красивый, для кого-то он серый, для кого-то грустный. Вот ваш Питер, он какой? Знаете, я каждый раз приезжаю, вот сколько я не приезжаю в Питер, каждый раз, если бы была в Питере три дня назад, я каждый раз не было дня, чтобы я не вышла, и подумала, боже, не жили я в этом городе родилась. Но мне кажется, какая вообще лучше города нет, ну, самый красивый на свете. Я много где была, правда, но Питер просто невероятный. Не знаю, как можно, кто-то говорит, я не люблю Питер, я вообще всегда в ужасе, когда я такое слышу. Что за условия были, в которых вы выросли? Это была квартира, большая-маленькая. С кем выросли? С мамой, да, с мамой. Папа от нас ушел, у меня было, не знаю, не помню, сколько лет, 7, наверное, 6, другая семья появилась. То есть мама, получается, вас одна воспитывала в основном? Насколько строгое это было воспитание? Нет, вообще, у меня мама друг никакой строгой, никогда мне ничего не запрещала, вообще ничего. И при этом я вот, видишь, так вот, ничего не запрещалось, я ничего плохого не делала. Есть такой день, который раз в три года, 29 февраля. Раз в четыре года? Раз в четыре года, да. Да, как бы папа умер в тот день. То есть вот в этом году он умер? Умер в тот день, которого не существует, знаешь, как будто, то есть папа так любил эту же жизнь, и вот умер в такой день, как будто которого нет. Последний разговор вы с ним помните? С папой? Да, как-то я все собиралась там как-то с ним мной, как всегда, конечно, это так важно. Потом всегда себя коришь, на самом деле, что ты не успел, не успел поговорить, не успел встретиться, ну, как бы так, как-то когда уже надо было лишний раз. Ну, наверное, у всех так, сейчас у меня тоже там упрятница, умер отец, она тоже говорит, это уже те же самые мысли, что надо было. Ну, подготовиться невозможно. Да, подготовиться невозможно, и все равно будешь себя, видимо, как-то так в жизни устроена, что все равно будешь себя потом винить, корить, что ты что-то не успел. Но вы на папу не обижались, когда вот он ушел? Нет, я никогда в жизни не обижалась. То есть он вас полностью опекал, не бросал? Ну, он как бы, он был занят своей семьей, и, не знаю, он меня бросал, он меня бросил, конечно, и ушел в другую семью. Но я не обижалась, и мама моя не обижалась. Я всегда дружила со всеми его семьями, у папы была не одна. Слушай, какая мама мутрая. Мама молодец, да. Молодец, правда. Ну, из-за меня я думаю так, чтобы как-то, чтобы я общалась, мама такая, меня так любит, что она ради меня... А папа какой вам самый главный совет в жизни дал? Любить жизнь. Папа очень любил жизнь, очень. Поэтому я так думаю, что и умер в такой день. Вот мама какая, можете немножечко про нее рассказать? Мама добрая такая, жертва, она всю жизнь посвятила мне, не вышла замуж из-за меня, потому что я ее никуда не пускала. Я все время говорила, это моя мама. Да, кто-то подходил, это моя мама. До свидания. Отойдите, да, пожалуйста. Ну, обеспеченной вашу семью называть сложно, да, я так понимаю? Не, ну, мы росли очень, да, мы как бы... У меня папа по тем временам еще любил играть в проферанс, тогда все играли. Когда с вами? Да, они там собирались компаниями, играли в проферанс, он что-то выносил последнюю, там, не знаю, какие-то тумбочки из дома, у нас ничего не было, в принципе. Мы с мамой, все время у нас какое-то было кольцо, одно бабушкино единственное, и мы стояли в очередь в ломбард, я все время помню, что мы его сдавали, какие-то деньги в ломбард, когда сдают, да, получали это кольцо. В смысле, где какую-то денежку, там, вот так как-то мы жили. А когда выросли, стали... А я помню, что я себе накрывала стол, там, какую-то кашу гречневую, там, не знаю, да, там, что там, не знаю, какой-то кусок курицы, я накрывала себя, как будто я в ресторане, я помню, я приходила из школы, накрывала себя красиво, сидела, как будто я куда-то там, не знаю... В общем, фантазировали. Да. О чем вы мечтали, кстати, вот когда... Ну, вы же понимали, да, что там денег не хватает? Вы знаете, видите, что ваши сверстники, у них там есть вот это, вот это. Я помню, что один раз я, не знаю, мне даже стыдно было такое, что я там, помню, девочка такая, не знаю, в классе там, в пятом, мне папа плавал, у меня были колготки капроновые. По тем временам, ну, у нас не было таких, у меня не было. И она там что-то так посадила какую-то там зацепку, помню, и куда-то раз так и выбросила в какую-то там... Ну, куда-то там... Я такая думаю, блин, капроновые колготки целые практически, там, ну, где там вообще... Я думаю, я так хочу, так и я пошла, взяла их, там, принесла домой. Я говорю, мам, такие колготки классные, давай их постираем. И я их еще носила, по-моему, там, вообще очень долго. Бабушка ваша, актриса, очень красивая женщина. Вы так похожи с ней, вы просто одно лицо. Но она такая пожестче такая. Ну, мне кажется, вы тоже жесткая. А? Вы тоже жесткая. Жесткая, да? Видишь, ты меня раскусила, не знаю, я на самом деле не жесткая. Все так иногда чувствует какой-то мой характер, хотя я такая вроде... Я не знаю, я не умею вот это как-то, я могу сказать, вот как есть что-то такое. Вот люди, может, этого боятся, но не знаю. Ну, бабушка была жесткой. Нет, бабушка была не жесткой, она такая, в смысле, как-то по-своему, как-то, она была так, прям с характером такая. Она была педагога, такой очень уважаемый, вот она преподавала тоже логитмики. Она с вами... Так что меня не без блата взяли в институт, очевидно. Вот, и она, ну, она была такая прима в театре, музыкальной комедии, она пела все самые такие популярные опереты и Сильву, там все вот эти, там, принцесса цирка, она, в общем, была такая звезда. Оперета вообще был расцвет тогда в ее молодости. Вот, и мой дедушка, который моложе моей бабушке на 13 лет. Вау! Вау, да. Да, он любился в нее на сцене, и он... Вот ее нет сейчас, и он до сих пор, но он вообще любил ее всю жизнь. Для него просто такая была... Слушайте, ну, это удивительная история. Вы с ней проводили, ну, довольно-таки много времени, правильно? Она вас... Очень много, нет, ну, и благодаря моей бабушке, вот, Болине Борисовне, которая актриса, я стала актрисой, конечно. Как она с вами себя вела? Она вас опекала? Или приводила в театр и говорила, сиди, и я пошла? Она была такая очень... Она не разрешала назвать меня бабушкой, потому что она шикарно выглядела, вот, буквально, да. Да, это правда. Шикарно. Мужчины падали просто вот штабелями, потому что она была невероятная женщина. Но она же была не просто красивая, она себя как-то правильно подавала. Но она вот умела себя и подавать, и как-то она была вот женщиной, которая, знаете, нет возраста, и она никогда не выходила из дома. Там, как мы сейчас выходим, там, она бы просто... Если бы она видела, как бывает, ну, вот, артистки, да, там, у тебя нет силы, ты просто весь вот там с детьми, и она не позволяла себе такого никогда. Она не разрешала, повторюсь, назвать меня бабушкой, назвала её Поленька. Поленька, боже. Потому что бабушка как бы к ней никак не... Папу же она прятала, да? Правда же? Папа, когда родился, просто она вот так... папа говорит, что он рос там где-то под роялем, потому что она пела все время там, и тоже как-то ребенок. Просто в то время была не принята как актриса, и в дурку у нее какой-то ребенок. Ну, как это вообще возможно? Это невозможно. Актриса это женщина, у которой нет никаких обязательств, никаких вот это все, дети, пеленки какие-то. Ой, какая гадость. Но это не было принято тогда. Может быть, какие-то советы она вам давала? Ну, я была такая очень спокойная, такая вот как бы тихая девочка, но она меня, видимо, все равно как бы мне своим присутствием в моей жизни какую-то вот эту силу, которая в ней была, и она меня все-таки заставила там в музыкальную школу ходить, и настояла, чтобы я это делала, и там, чтобы мама меня водила, и чтобы я поступала в институт, потому что, наверное, если бы она не настояла, то по-другому бы сложилась жизнь. А, даже так, она настояла? Ну, конечно. Я ненавижу ЗОЖ и все, что с ним связано. Я люблю селедку и Васи и сосиски со сметаной. Ну, просто, понимаете, вы так прекрасно выглядите, потому что, как обычно женщина съест сосиску и Васи? Ой, сосиску и Васи. Сосиску и Васи. Сосиску и Васи на ночь, да? Да. А утром она с отеками проснулась. Вот. А вы выглядите очень хорошо. Плохо. Значит, ей не понравилось это селедка. Или не в той компании. Как вы вот этого добиваетесь? Я не знаю, какие у вас секреты? Я люблю массаж очень сильно. Массаж и воду. Я водолею, мне нужна вода куда-то, окунуться в воду какую-то, если я сильно устаю. Или на массаже я засыпаю и просыпаюсь уже новым человеком. Ну, в любом случае, вот вы, конечно, пошутили по поводу блата. Поступить в институт это совсем не значит сниматься потом так активно и быть успешной артисткой. Да, конечно. Я когда поступала, я была еще такой совсем ребенок. Просто я была очень стеснительная, на самом деле. Потому что я из Петербурга, а люди приезжали покорять. Отовсюду. Покорять. Понимаешь, люди, когда приезжали из каких-то там городов, из провинции, они, конечно, по-другому были заряжены. Они были заряжены на успех всех порвать, как бы. А мы-то питерские такие были. Я помню, Костя Ходенский поступала в такой вот, в таком вот, знаешь, в каком-то вот этом. В воде, на сосисках со сметаной вырос вот такие. Я даже попробую это блюдо. Я ни разу не ела сосиски со сметаной. Это почему-то в Питере, да. Почему-то мы в детстве вот так брали сосиску и так со сметаной. Очень вкусно. Да, я попробую обязательно. Когда вы заработали свои первые деньги? Ну, я заработала деньги. У меня было такое, как бы, я вот вышла замуж после института. Потом я, как бы, там так развелась. Вот. И поняла, что рассчитывать надо только на себя в этой жизни. И как бы, и все, и поехала в Москву. А, то есть довольно-таки поздно вы заработали свои первые деньги, да? Нет, такие нет. Ну, как бы нормальные деньги, чтобы уже себя обеспечить, и маму свою, и свою семью. А так я, на самом деле, я подрабатывала в институте. Я развозила заказы по универмагам. Я подрабатывала, как это называлось, не помню. У меня был такой список товаров. Я в институте, я вот подрабатывала. Приходила вот эти какие-то универмаги огромные. Ну, видимо, я такая была, знаешь, обаятельная, что мне делали много заказов. То есть там приходишь к какому-то главному там директору, и ты по списку, чтобы он тебя больше заказал, там, не знаю, сгущенки там какой-то, там, что-то парад, ну, как бы, целый список огромных товаров. И вот я это как бы... И меня много заказывали, и я что-то там зарабатывала нормально, на самом деле. И маме, наверное, помогали. А мне вот интересно, когда вы стали успешной, востребованной, высокооплачиваемой... А в каком-то клубе мы танцевали, кстати, что-то такое было, что-то такое, да, ну, так, чуть-чуть что-то такое было в Питере. Типа гоу-гоу? Ну, что-то такое, да. Вау. Ну, такого чуть-чуть это было совсем, потому что у нас там всем курсом что-то мы такое где-то там... Было непросто там, по-моему, надо было обриваться. Вы сказали, что мама всю себя посвятила вам. Вот мне интересно, вы маму когда стали булавать? Их невозможно, это поколение невозможно. Я говорю, мам, пожалуйста, вот пойди купи себе. Пойди там, не знаю, в ресторан возьми там подружку. Посидите, все, что хотите, закажите там. Поезжай куда-то. Просто бывает, что нет времени. Я не могу это организовывать как бы, да, но она же не ребенок все-таки, да, то есть там детям надо. А еще маму как бы заставлять, организовывать. Очень тяжело. А сами они не будут такого, что она возьмет там твою карточку и там... Ну, моя мама так не делает, да, к сожалению, на самом деле. Я была бы рада, чтобы она взяла. А как она в Москву-то переехала? Как вы уговорили в Москву переехать обычно? Ну, это потихоньку, когда внуки, да, как бы один, другой, они как бы... Я занята, не надо быть с ними все равно. И поэтому это постепенно, постепенно. Она вас никогда не наказывала ни за что? Меня никогда в жизни не наказывали. То есть вы всегда были такой хороший? Не знаю, не наказывали. Ну, я, нет, почему? Я там как-то влюблялась, там говорила, мам, она там мне говорила, сейчас вот если ты вот, не знаю, там сейчас я лягу, перешагнешь через меня, тогда иди вот с этим парнем на свидание. Я говорю, ложись, мам, ну, я пойду же все равно. Ну, вот этим все заканчивалось. То есть вот чисто из-за мальчиков она могла за вас переживать, да? Переживала, да. Получается. Театральный институт. Вас действительно было сложно туда не взять. Я видела фотографию, но очень такая милая девушка. Ну, и, судя по всему, есть как бы огромный потенциал был. В общем, в институт вы пошли с легкой руки бабушки. То есть, я так понимаю, ну, особо актрисой быть не собирались и не хотели. К концу обучения вы себя видели уже, актрисы вы хотели? Я еще, я себя к концу обучения никакой актрисы еще не чувствовала. Я еще была вообще ребенок. Когда только закончили институт, у меня, правда, я уже играла в театре. Вот, Демьяненко. Да, это в театре комедии. Я помню такой эпизод, я играла беременную такую девушку, которая приходила к нему. Я уже не помню, как назывался спектакль. Но у меня прям целая сцена с ним была. с Демьяненко. Минуточку. Я вообще такая была еще маленькая. Я прям ходила и думала, ой, как я с собой буду играть Демьяненко. И как он вам запомнился? Каким? Ну, он очень как-то меня поддерживал. И у меня таких было много в жизни эпизодов, когда я оказывалась в спектакле такими... Мастодонтами. Мастодонтами, да. И вот. И надо было как-то этому соответствовать, пытаться. Вот это везение... Не обосраться. Но, тем не менее, вы в очень юном возрасте уж ходите из профессии. Ради любви. Ради любви. Вынуждена вас спросить. Вы уж меня извините, Максим Леонидов. Из песни слов не выкинешь. Из песни слов не выкинешь, да. Мы познакомились, так вот улюбились друг к другу. И он сказал, что у меня уже жена есть артистка. И больше нам артисток не надо. Ты будешь со мной ходить за ручку. И вы проходили так 7 лет? Проходили, да. Зато я везде побывала, поездила. Весь мир посмотрела. Песню же он вам посвятил. То ли девочка, то ли видение. Эта песня была написана, как сказать, в предвкушении встречи со мной. У меня написано много других. Вот какие еще песни были написаны? Ты мой дом. Вместе невозможно, в росте никак. Ну это очень приятно. Представляете, есть вот песни, которые все, они в истории. И это вот для вас. Это потрясающе. Согласна. Ненавижу розы, свадьбы и пафосные слова. Да. Я не люблю, правда, розы и свадьбы. И слова пафосные. Не люблю. Потому что их всегда говорят на свадьбах. Какая у вас была свадьба? У меня была вообще, как это, рок-н-ролльная. У меня свадьба была очень скромная. Ну, такая рок-н-ролльная свадьба. Первая у меня довела две свадьбы. Да. Первая была рок-н-ролльная. Первая была рок-н-ролльная. Так, а вторая? А вторая тоже такая, тоже рок-н-ролльная. Тоже у нас были очень близкие друзья. Ну, мы там не с рок-музыкантами не отмечали эту свадьбу, но с близкими друзьями очень тихо, спокойно, скромно, без упсов, роз и всего такого. Без пафосных слов. Да. Красивый роман, красивый брак, но он распался. Вы говорили, что распался он я так понимаю, что он был обижен на вас, да, и что... Ну, я потому что не могла не работать, ну, нельзя просто, я же все-таки актриса уже была. В какой момент вы взбунтовались? Ну, как-то я уже бунтовалась, я уже не могла вот это все просто ездить и быть как бы просто девочкой видения. Я хотела работать, вот, и это как бы... Потом пошла работать как бы в театр. Я вернулась в театр, и я стала репетировать спектакли «Буря Шекспира», который ставил Александр Морфов, прекрасный режиссер, такой харизматичный, невероятный. Там как бы все смешалось, это буря чувств была просто моего возвращения в театр, и он такой харизматичный человек, и все это как-то я хотела репетировать днями и ночами, но, в общем, Максу это не понравилось, короче говоря. Он хотел, чтобы я сидела дома, варила борщ, рожала детей, но я была еще к этому не готова. Ну, собственно говоря, он вас оставил ни с чем, я вот к чему веду, и вы... Ну, это уже не знаю, там уже разные, это самое, ну, как бы я сама, меня никто не оставлял ни с чем, я сама сказала, что мне ничего не надо, и я просто такой человек, и пошла дальше, и приехала в Москву. Вот, переезд в Москву, это же тоже... И приехала я просто в Москву, встала на Мосфильме у окна, и тут подошел ко мне Валерий Петрович Даровский. Он мне тоже подошел, он шел по коридору, просто сказал, вы, наверное, актриса в таком ко мне? Я говорю, да, что видно по мне? Он говорит, видно. Зайдите в комнату, как сейчас помню, 312, а там искали девушку, которая должна быть похожа на Анжелику Варум. В Каменской была такая серия, где играла Маша Варум, и должна была быть девушка, которая фанатка, которая под нее косит, и вот, и это как раз же была я. Но, тем не менее, в Москву вы переехали. Куда? Где вы жили? Как вы устраивались? Так я никуда сначала. Я вот приехала вот так к одном из фильмов, мне нужна была работа. То есть в первый же день? Ну, не в первый день там, нет, я жила, я до этого снималась вот как раз в фильме, где с Костей Хабенским, Дину Корзун там снималась, мы с ней подружились очень, и я у нее жила в Москве. А, у Дины Корзун. Я жила у Дины Корзун, потом я снималась дальше уже у Александра Миты, и я подружилась с Аленой Бабенко, и тоже жила у нее дома. Они мне все как бы передавали, как этот самый вымпел. Как раз у Алены, я уже, меня забрал уже мой следующий муж, когда я жила у Алены. Ваш следующий муж, с которым вы женаты уже 17 лет, если я не ошибаюсь. Расскажите вашу историю. Уже 17 уже. Уже 18. Расскажите вашу историю любви. Мы познакомились так случайно тоже, мы с Аленой Бабенко пошли на какую-то премьеру. Заяц над бездной, Тигран Киасаян. Это помню, прям запомню этот фильм. Мы потом пошли на вечеринку, и там познакомились, как-то разговорились там вот с ребятами, и там был такой наш общий друг, ну, как бы такой приятель, и вот к нему приехал друг. Это был мой будущий муж. Ну, он же был не свободен. Сколько времени ему понадобилось, чтобы принять решение, что он хочет быть с вами? Потому что обычно мужчины очень, так, знаете, не любят это все. Как-то это все очень быстро произошло у меня, как с первым мужем, так и со вторым. Решение как-то, я не знаю, я в этом не принимала участие. Вот могу сказать одно, что я никого там... То есть вы как, ставили условие, что я с женатыми не общаюсь? Нет. Нет, такого не было. Как-то все это происходило, я не могу это даже... Само собой. Да. Хорошо. Следующий факт. Я никогда бы не переспала с мужчиной, который заправляет футболку в блюке. Ты начиталась там, это я один раз, какие-то шутки или нет. Но все-таки. Ну, есть какие-то вещи просто как-то, понимаешь, ну, вот как. Если мужчины заправляются в футболку в блюке, то с этим связано еще много других разных фактов. Я шутила на ту тему, что как будто есть какие-то вот такие твои флажки, которые как бы никогда... Ну, то есть какие-то важные вещи. Ну, я считаю, что в каждой шутке есть доля шутки. Вот. Соответственно. Дальше идет отношение к женщинам с ворощенными ресницами. Я что-то мне писал. Я думаю, что помню. Мне кажется, с женщинами, у которых накладные ресницы, не о чем иметь секс. Не о чем. Да. Ну, это тоже как раз на флажок. Ну, была же такая... Сейчас у всех женщин наручные ресницы, поэтому сейчас мы всех обидим. Не у всех. У вас нет. У меня нет. У меня тоже нет. Я все время работаю просто. Мне некогда ресницы наращивать. В общем... А то бы я тоже, девчонки, не обижайтесь. Это так, это образно, это шутка на самом деле. Просто что не только ресницы надо наращивать, надо еще как-то успевать жить, кроме этого просто. Вот о чем это. 18 лет вы сейчас с супругом уже вместе. Как вы думаете, на чем держится ваш брак? Вот самый главный клей. Вот это что? Ну, на уважение, безусловно, когда люди близкие по всем каким-то параметрам. Мы сегодня там говорили, что есть какие-то вещи, которые ты никогда... Ну, то есть твой мужчина, он не может какие-то вещи делать никогда. Например, вот можете перечислить эти вещи для вас? Ну, как твой мужчина может быть... Ну, понятно. Заправлять футболку в штаны? Нет. Во-первых, не заправлять. Ну, что еще? Врать. Не, ну, умный как должен быть... Опять же, чувство юмора должно совпадать у людей. Должны быть какие-то очень базовые вещи, которые как... Ну, всегда же это базовая вещь. Когда ты видишь человека, ты понимаешь, это твой человек или нет? Диалог, любовь, безусловно. Кто-то кому-то что-то прощает, какие-то вещи. Иначе не бывает его как бы в отношениях. Нужно уметь разговаривать. Ну, как бы очень много всего. Вот кто в вашей паре первый идет на примирение? Ну, на самом деле, я. Я просто вообще не умею обижаться. Я ненавижу обижаться, ненавижу ругаться. Я могу вспылить, как бы я такой человек в моменте. Просто я вот как бы как есть, так и говорю, высказываю это сразу. И тут же, когда я заканчиваю это высказывать, я тут же хочу мириться. На самом деле, мало кому это... Люди начинают загружаться, долго потом это все переваривают, как-то умалчивают. В основном уже люди так. А я вот как бы сказала в моменте, все высказала, все. Я уже остыла, у меня уже все закончилось. Очень часто я задаю вопрос, такой больной для мужчин, для женщин. Вот мужчинам задаю, почему мужчины изменяют, да? Женщинам задаю вопрос. Как вы думаете, в чем отличие женской измены от мужской измены? Не знаю, люди изменяют, мне кажется, по одной и той же причине, если не любят. Никогда мужчины не изменят, если любят тебя. Никогда в жизни такого нет. А женщины почему изменяют? Тоже, если не любят. А я знаю другую теорию. Какую? Я знаю, что, значит, женщины изменяют. Ну, если уж женщина изменила, то точно все, это все, это конец, это уже довели просто женщины. А мужчины, ну, такая вот природа. Да нет, ну нет. Не любят, значит. Сто процентов. То есть вот эти вот мужья, которые постоянно заводят к себе каких-то женщин, но при этом, говоришь, женой никогда не разведусь, потому что люблю. Все это... Да, ерунда все это. Трое детей. Вот можете так хотя бы в двух предложениях каждого описать? Ну, как удобно. Ну, не знаю, они какие-то, не знаю, невероятные. Не знаю, я тоже ничего не запрещала никогда. Никогда никаких там, ну, с них не было каких-то рамок. Они очень добрые, какие-то... Ну, не знаю, какие-то такие настоящие, вот сами такие получились. Ну, например, они, знаешь, когда там, как дети там что-то там просят, они что-то требуют, они им давали там какие-то новые айпады, новые телефоны. Никогда такого в жизни у нас не было. Наоборот, я ничего не могла им... Мы не могли ничего им купить. Там, не знаю, родилась Маша, там, помню, мы пошли там с Сашкой, с моим магазин. Я говорю, Саша, а ты-то что купишь? Он говорит, мам, ну Машенька же родилась. Мне вообще... Купи, пожалуйста, я на девочка. Ну, как бы вот никогда там сейчас там... Они говорят там, давай купим тебе новый телефон на там день рождения. Говорит, мам, ну что я девка, что ли? У меня новый телефон. У меня нормальный телефон. А ему там уже там... Ну, то есть им это все как бы... Они какие-то тоже по каким-то другим вещам. А вы со своими детьми разговариваете? Пытаюсь. Пытаюсь. Ну, с мальчишками сложно, наверное. С мальчишками сложно об этом. Ну, пытаюсь даже так... Об отношениях. Ну, пытаюсь даже так быстро. Это время надо так успеть поймать, когда там вот ребенок все время говорит, мам, ну, почитай мне, пожалуйста. Ну, когда ты меня почитаешь, ну, полежи со мной. Ты такой, сейчас, сейчас, сынок, сейчас я тут доделаю, сейчас я здесь позвоню, сейчас я тут вернусь. До этого времени, когда... Сынок, как у тебя дело? Мам, закрой дверь, пожалуйста. Я с другом разговариваю. Это же вот так проходит моментально. Понимаешь, это время. Его нужно очень быстро поймать. А старший сын еще девушку не привел вам? Ну, старший сын уже взрослый, вообще мужчина абсолютно. Вы как к этому относитесь? А как я к этому могу относиться? Ну, а как я могу относиться? Я только все время говорю, мам, я уже... Он говорит, ты не... Пожалуйста, как бы их бесит, когда ты там с ними как с маленькими. Они взрослые дядьки просто. Взрослые, они умнее меня, мудрее в каких-то вещах. И вообще как-то на все смотрят. Они сейчас такие молодые ребята, продвинутые, что... Ух! Ну, отношения свекровь-невестка, это такой всегда больной вопрос. Ой, это такой у меня всегда был больной вопрос. Да? Вас не любили никогда? Ну, как-то... Да, было так сложно. Даже такую танку японскую написала тоже. Я люблю такие иногда вещи писать, как ты зачла вначале. Такую фразу написала. Чем больше ты любишь меня, тем меньше меня любит твоя мама. Ой, как точно сказано. Как точно сказано. Ну, наверное, это можно понять. Не одна мама, на самом деле. Сейчас у меня два сына. Я не знаю. Я надеюсь, что я буду очень хорошей свекровью, и мне это не коснется. Я в этом как-то уверена, но я не знаю, как это будет по факту. Ну, как бы, наверное, если сын начинает вот... Ну, хотя это счастье же такое, когда сын любит свою жену, это же прекрасно. У меня были такие случаи, когда там с Викой было там, у вас такие красивые дети, но на тебя совсем не похожи. Вот, ну как? Ну, любви я не вижу, конечно. Любви? Нет, ну, это было даже симпатично. Почему? Я надеюсь, я надеюсь, только могу надеяться сохранить вот опять же то чувство юмора и с вами Роня, потому что я все время пытаюсь говорить, что я так не буду говорить. Но кто знает, знаешь, возраст дело такое. Не будем загадывать, какими будем мы. И эмоции еще дело такое. Женское, материнское. Любовь к мальчикам, она другая, нежели к девочкам. Насколько я могу судить из того, что я вижу. Не знаю. Любовь, она одна. Одинаковая, мне кажется. А все остальное-то какие-то уже... Даже анекдот есть. Когда вот у мамы есть дочка и сын, да, и она говорит, вот у меня там дочка. Так удачно замуж вышла. Ей муж все, и квартиру, и кофе в постель. А сын вообще ужасно женился. Ей, значит, подавай кофе в постель, и квартиру. Ну вот что-то такое. Да, вкусно. Ладно, так. А кто вам с детьми помогает? У вас няня есть? Мама помогает, конечно. И няня у нас очень долго. Работает няня, которая вырастила у всех моих детей. А, то есть такая прям... Алечка, да. Уже член семьи. Да, член семьи, да. Которая у нас сама все решает, ей ничего не скажи, она все знает, как лучше. Да. Так. Нет у вас, не бывает такое, что ревность? Потому что бывает часто, когда няня очень много времени проводит с детьми. Так хорошо, если детям хорошо с няней. Это же прекрасно. Какая же тут ревность. Некоторые женщины ревнуют своих мужей к своим детям. Что вот как же я сижу с ними целыми днями, а ты пришел с работы, пиво выпил, и они с тобой играют, и счастливы. И как же так? Ну так же разве можно? Папа тоже постоянно работает, получается? Ну, конечно, да, мы оба работаем. А кто лучше манипулирует, мальчишки или девчонки? Ой, Машка у меня, девчонки, конечно. Ну это вообще, она... Там, где мы учились, она преподавала. Ну что вы имеете в виду, например? Ну такая вот, сейчас такие вот барышни. Она очень такая дерзкая, она очень такая, все себе знает цену. Мы росли такие, мы же не знали, что там не было принято там говорить, что ты красивая. Или как-то мы такие все равно выросли очень такие зажатые в этом смысле. Как бы я ей каждый день говорю, что она красивая. Ну и папа говорит. Как-то она это понимает прекрасно. Она как бы в себе уверена. Там, допустим, что-то ей 7 лет, все, она там может сказать, там, Маш, ну, я же сказала тебе нет. Она может сказать, я сказала уже один раз, мам, нет. И ты так сидишь, думаешь, чего ты сказала? Она такая, ну... Как бы она не понимает, как бы она сказала нет, и все. И она как бы знает вот как бы сцену своим словам. Знаешь, как бы мы там такие в 7 лет, не знаю, ну, я и в 20 как бы такая не была, понимаешь? И поэтому, да, тут с манипуляциями все нормально. Самый сложный съемочный день в вашей жизни? Вот я знаю, у вас была суперсложная какая-то смена, когда вас сбрасывали с вертолета. Это мы снимались в охоте на пиране, где Владимир Львович, Машков решила, что мы должны пройти все испытания по-настоящему. Это, значит, была я, Света Антонова, Сергей Леонидович Гармаш. Мы все прыгали. Он сказал, нет, ну как, мы должны, вы должны все это почувствовать на себе, и вас будет видно в кадре, ну как. И у него такое обаяние, ему отказать невозможно. Значит, и мы все прыгали с вертолета. Это было страшно, ужасно, там с 5-метровой высоты. Передо мной прыгал Сергей Леонидович Гармаш. Он так глубоко ушел под воду. Я думаю, ну все, кошмар, я вообще не вынырну. Я еще нырять не очень люблю, не умею. Мы все это сделали в итоге. И в итоге потом в кадре там это было видно на таких вот маленьких. То есть Володя у нас, короче говоря, поиздевался над вами. Ну, как бы, он любит так, чтобы все было, короче. Ну, он был доволен тем, как вы нырнули? Он был доволен. Так. Мы потом тоже там над ним пошутили несколько раз. Как? Ну, мы тоже там такая стена драки была там. Дрались там реально на ножах, что-то такое. Мы тоже разыграли там, в общем, как будто там крови там подлили куда-то. В общем, мы тоже там какую-то ответочку. У нас там мы друг другу вообще такие были какие-то времена. Мы так жили все какое-то вместе в одном там каком-то. Мы жили в Карелии в таких домиках как-то, в общем, дурачились, разыгрывали друг друга. Вообще, вот я слушаю вас и тому кругу общения, с которым вы работаете, дружите, можно, ну, могут позавидовать, я думаю, очень многие артисты. И в том числе работали с гениями, с Табаковым, работали в Амхате. Вот расскажите, как вы с ним познакомились, какая была первая встреча с ним? Он с Олегом Павловичем, я просто, меня пригласил в театр Сережа Пускепалис, которого нет, к сожалению, с нами наш такой очень у многих близкий друг и любимый такой человек. И мы очень дружили. Мы с ним снимались в таком проекте у Дениса Пстегнеева «Попытка веры» назывался. Мы играли мужа и жену, и мы как-то подружились там очень. И после этого он меня пригласил играть Кашкину в прошлом летом в Чулемске, в Ампилово такое произведение. И он мне сказал, ты хочешь у меня Кашкину играть? Я говорю, конечно, в МХТ моя мечта. Я очень хотела, потому что к этому времени уже работали там все ребята, кем я там с детства как-то мы выросли, и Костя Хабинский, Миша Пореченков. И, конечно, он меня пригласил в театр, и я на главную роль, классный спектакль, и Сережа прекрасный режиссер. И мы уже репетировали спектакль уже в процессе, когда уже был выпуск, пришел Олег Павлович. Поэтому я так Олег Павлович уже увидела как бы не не до как бы прихода в театр, а уже как бы во время. И вот я помню, что он так пришел, посмотрел, ну, я не знаю, сколько лет. Это вообще-то пьеска про любовь. Я ничего про это не знаю, читала об этом в книгах. Я запомнила почему-то эту фразу, видимо, ему не хватило как-то любви или что-то, не знаю, поэтому так пошутил, что он ничего про это не знает, хотя он как раз про это, мне кажется, все знал, естественно. Вот, запомнилась такая фраза. Вот так мы познакомились просто первый раз. Были вот это все поколение артистов, у них было невероятное чувство самоиронии, чувство юмора, без которого, мне кажется, не существует вообще артиста, в принципе, если у артиста нет самоиронии, он не дурачится, не играет, не как бы ни в таком позитиве, который он дарит вообще людям, которые хотят к нему, вот прям хочется. Он заходит в комнату, Олег Павлов заходил в комнату и все освещалось каким-то светом, каким-то чудом. Вот это же такая ироничная такая штука у многих таких, у настоящих гениев. И, конечно, это была такая заразная штука, когда хочется за ним сразу идти, как бы куда угодно, куда бы он, что бы он ни сказал, все такое, хочется за этим человеком следовать. А вы сказали, что вы с детства знакомы были с Хабенским? Мы учились вместе, мы просто все из Петербурга, поэтому они учились на год старше, и мы ходили к ним, у них был прекрасный педагог, ну, то есть он... То есть вы все, как бы именно студенчество, студенчество все знакомы, Да, и мы ходили к ним на спектакли, у них были очень такие, очень по тем временам шумные вообще спектакли в Петербурге, все ходили, они ставили их на курсы, и все ходили смотреть, и мы все как дружили. Вообще-то не так часто бывает, что разные курсы прям дружат между собой. Ну, мы общались, как бы, да, не то, что мы там, но мы дружили, в смысле мы общались, и мы ходили к ним на спектакли, вот, но мы все, ну, город, как все артисты же там были вместе. Какой самый странный комплимент вам делали в жизни? Ой, ну, знаете, мне часто делают комплименты, а в последнее время что-то женщины делают комплименты, это меня так удивляет, это, не знаю, какой-то, я не знаю, просто женщина говорит, вы такая, я так всегда, не знаю, как на это реагирует, когда женщина подходит и говорит, вы такая нежная, вы такая красивая, вы такая, я не могу, я так, я не понимаю, как на это реагировать вообще, и это очень часто, как бы, ну, как-то, видимо, я у них как актриса, они имеют в виду, или какая-то, как вот для них какой-то, может быть, родной, какой-то человек уже. Ну, какой-то позитив, они там как-то вот по мне видят, какой-то, я как сразу чувствую свое какое-то, что я должна, не можно я давать дотронуть, вы такая позитивная, какие-то такие. Нет, это очень приятные для меня, на самом деле, вещи очень меня, это как-то, потому что люди меня, правда, любят, это какая-то удивительная вещь, потому что я очень, ну, там, в день по многу раз вот такие вещи слышу, там, можно я давать дотронуть? Даже по многу раз? Да, можно я давать дотронуть? А где они к вам подходят? Можно я давать дотронуться, можно я давать дотронуться, вы такая позитивная, мне так приятно, я думаю, да, я позитивная, знаешь, да, никто не видит, как плачет ночами, та, что идёт по жизни смеясь, знаешь, я вспоминаю эти слова. Я не плачу, но просто в смысле, что люди думают, что ты такой позитивный, вот, и как бы иногда думаешь, а за кого мне так подержаться? На самом деле, да? Не, ну всё равно ты так думаешь об этом, люди такие, ой, вы же такая всегда, вот вы... Ну, видите, вы же рассказываете и транслируете такую историю, что у вас всё очень легко, что, ну, подумаешь, папа ушёл там, ну, зато мы очень дружили, ну, вот я гречку ела, потом, ну, вот я легко поступила, вот я легко там вышла замуж, а потом я решила, вот у меня легко, я сразу снимаюсь в кино, хотя на самом-то деле мы знаем, как сложно попасть в этот мир, какая гигантская, огромная конкуренция, как сложно выбить себе там гонорар, как сложно вот эти вот смены пережить, вот. Вы почему-то это... Потому что не надо ничего выбивать, надо как-то просто... Ну, как-то надо быть вообще так устроена жизнь, чем-то легче, чем-то как бы вот так вот, как сейчас модно говорить, на волне, да, ты как бы тогда, и оно всё легко просто. Если сначала что-то выбивать, то оно сразу как бы вот оно сразу и не выбивается. Так устроена жизнь. И чем-то легче, чем оно и легче. Так надо стараться это как бы сохранять. Это очень сложно, мне кажется. Наверное, не знаю. Вы загадочная героиня у меня сегодня. Сериал Ищейка, естественно, мы об этом поговорим. Одна из ваших значимых ролей – это Александра Ивановна. Как вы попали на этот проект? Мы очень много пробовали актрисы. Дмитрий Владимирович Брусникин – прекрасный педагог, режиссёр, актёр, которого мы все любим, которого нет. С нами тоже уже, к сожалению, которого очень не хватает буквально каждый день. Потому что очень много мне дал, очень много ему научил. Опять же, повторюсь, я там уже чувствую юмора, иронии, которая тоже в нём была просто совершенно невероятной. Он не думал, не видел такой Александра Ивановна, но пробовались разные актрисы. Такие там Даша Мороз, которые очень такие, ну, как бы совсем другие. И как-то, ну, вот предложили меня, Дмитрий Владимирович, на самом деле, на канале. Как-то вот видели, что, может быть, я это могу. И он так первый раз мне увидел, что мы будем с тобой делать? Он так не пришёл, какая я... Он видел, короче, такую вот, которая там прям такая спортивная, там через заборы прилетает. Такая же, не знаю, солдат Джейн. И тут мы, как бы, я предложила ему как-то совершенно другой какой-то образ. И потом... Долгие же были пробы, насколько я знаю. Смотрели ещё создатели американские, да? Да, они это потом уже, когда меня утвердили, когда мы начали снимать, приехали вот эта компания, которая, значит, производит ищейку, которая отслеживает весь контент. И они приехали, сидели у нас целую неделю, вот так вот серьёзно всё смотрели, смотрели. Я думаю, ну, боже мой, они ничего не говорили. А потом какое-то время прошло, и она подошла ко мне главная, там, не помню, женщина, как зовут. Она так, ну, давайте я вас обниму. Вы поняли её суть. А там же и в американском The Closer, называется сериал, там такая Сара Серджик, прекрасная актриса, которая такая стильная, жёсткая, дерзкая, совсем другая. Но она такая прикольная, как бы смешная. Я уловила, как бы, какую-то, она говорит, мне вот они сказали, что я уловила её суть, что она такая вот, как бы, в каких-то вещах очень собранная. Ну, как бы, мы придумали какую-то такую свою героиню, которую так полюбили люди. Полюбили. Вы говорили, что в вашей героине несколько женщин собрано. Да. Нет, какие? Какие? Что это за женщина? Ну, Александра Ивановна, я, на самом деле, сейчас мы сняли восьмой сезон, и я опять убедилась в том, что я обожаю её. Она как будто живёт какой-то своей, и, на самом деле, уже жизнью просто живёт этот человек. И я как-то превращаюсь, как будто в неё вот на площадке, как будто она просто существует, и как-то я так в неё, я начинаю всё терять. Я как-то становлюсь такая, просто становлюсь вот практически ей. Она очень разная. Она, может быть, жёсткая, очень такая правдолюб, очень, может быть, дерзкая. Поэтому она совершенно рассеянная, какая-то совершенно невинная, как девочка какая-то маленькая, как ребёнок, какая-то смешная, неприспособленная к жизни. Вообще она может всё терять, вообще везде, на каждом шагу ничего не соображать, и при этом вдруг очень всё соображать, когда ей надо, когда она в деле, когда для неё это важно. Такая рассеянная, смешная. И мужчины её любят как бы за то, что она такая настоящая. Мужчины же любят настоящие. И мы даём такой шанс, мне кажется, женщинам, что вот не потому, что она какая-то красотка, и она, наоборот, такая нелепая, смешная, странная, одержимая своим делом. И вот они за это её любят. Они хотят как бы, это их увлекает, вот такая в ней. Она не пытается им нравиться, не пытается соответствовать моде, соответствовать каким-то там... Она про это ничего не знает. И вот и так вот, столько у неё там романов, её любят, и она как-то влюбляется. Ну так, на самом деле. Она на самом деле любит только одно, свою работу, своё дело. Вы говорили, что рассеянность, да, схожа с вами тоже. Черта рассеянности. Да, и рассеянность, это просто такая... Я тоже очень могу быть сосредоточена на каких-то вещах. Я очень много могу работать, я могу быть очень собранной в работе, и в каких-то вещах, которые как бы, ну, на данный момент не важны, могу быть рассеянной. Ну, это такая как бы черта. Но, наверное, человек не может просто как бы быть везде собранным. Какие-то казусы с этим связаны у вас? Были наверняка? Что-то потеряли, телефон потеряли. Ну, это я постоянно... Что-то если кто-то потерял где-то, вот в гру, это значит, я потеряла. Все знают, все целыми днями еще там какие-то мои вещи, не знаю. Вот мне интересна, значит, история о том, что вы моментально забываете имена. Вот с гаишником у вас было. Да, да. Нет, ну, просто ехали с подружкой, там, как-то, да, и нас остановили. Я говорю, да, и я поговорю с интеллигентом, с... Я так открываю... Извините, как вас зовут? Сергей. Валера. Валера говорит, господи, Аня, пожалуйста, не надо. Еще один факт прочитаю, который я зачитала у вас. Ну, тут уже посерьезнее. Тут серьезная, на самом деле, история. Я очень одинокий и рефлексирующий человек. Ну, это мы все такие, ну, как от... Ну, вот как, вот у вас муж, трое детей. Какого-то, знаешь, неодинокого человека. Ну, мы все одинокие, даже если у нас будет 28 детей и 28 мужей. Человек одинок по своей природе. Нельзя об этом забывать, и надо как-то с этим смиряться. А рефлексирующий, я рефлексирую, ну, как бы, я как бы... Мне всегда кажется, что можно лучше, можно больше, можно интереснее, можно ярче. Как бы мне всегда кажется, что можно я... Рефлексирую человека, там, после съемки, там, мне кажется, а можно же было вот так, а можно было еще вот так, а можно было вот так сделать. Почему я так не сделала? Ну, как бы, не знаю, мне кажется, любой творческий человек, это свойственно любому человеку, как бы, какой-то такой с психикой, не такой, что, ой, у меня все уже хорошо, мне ничего не надо, когда я всегда все сделала. У меня такого нет. Я переживаю за все. А что для вас одиночество? Дети вырастают, жизнь в любом случае заканчивается. Как говорила Софи Лорен, эту битву никто не выиграл. И нужно как бы с этим же жить. Это одиночество, в смысле, как с ним, ну, как быть со своей, как бы, не знаю, как сказать, как с этим совсем быть, где искать какую-то мудрость, покой, какое-то просветление, чтобы не остаться, как бы, чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять чувство юмора. Какие-то такие вещи, о которых невозможно не думать. Когда чувствуешь себя таким маленьким человеком во всем этом огромном мире, как в нем как в нем найти какое-то примирение с этим миром? Это же мы все об этом думаем. Задумалась, да? Ну, на самом деле задумалась. Главное, не испортить тебе жить. Ну, я часто задаю этот вопрос своим гостям. То есть у нас вот был певец, он говорил, для меня одиночество то, что я сплю с открытой дверью, потому что я один, я боюсь, что я умру, и меня не найдут. Вот что для него одиночество. Это что-то другое. А у вас что-то такое философское, какой-то поиск баланса, я бы даже сказала. Вот, поэтому я и спрашиваю. Мне так показалось. Да, поиск баланса. Постоянный. Баланса, который в ней существует. Дайте, пожалуйста, ваше определение женского счастья. Ну, кто скажет, был бы милый рядом, да, но любовь, нет ли вообще, ну, любовь для женщины очень важная. Дети, любовь, и как-то самовыражаться обязательно нужно. Найти свое призвание. В чем твое предназначение? Потому что просто, ну, как бы, любовь на все как-то, любовь перетекает в какие-то разные стадии, да, нельзя быть все время вот в любви, в бесконечной, в такой просто, вот я влюблена все время, целыми днями. Нужно как бы реализовывать свои какие-то внутренние, внутреннюю любовь, которая должна быть в женщине, реализовывать в каких-то вещах. Вот, и, ну, и дети, конечно. Дайте ваше определение жизни. Ты такие у меня вещи, как в какой жизни? В смысле? Ну, жизнь. Жизнь, дорога. Дорога. Носили дорогу идущей. Анна, спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Что вы до нас доехали, ответили на, почти на все мои вопросы. Спасибо большое. Спасибо огромное. Рада была с вами познакомиться. Рада была вас увидеть. Спасибо. И пообщаться. Спасибо. Все, отпускаем. Ну, по-моему, мы прекрасно. Ты вообще прекрасно сговариваешь. Да, серьезно. Спасибо. Потому что я столько с такими вообще бывает просто хочется, знаешь, просто думаешь, блин, правда, я прям получила огромное удовольствие. Ты очень такая живая. Вообще класс. Я даже тебе рассказывала вещи, которые никому не рассказывала. Да? Да. Это приятно. Серьезно, потому что очень часто, знаешь, как-то вот, не знаю, как это объяснить, какие-то по шаблонам каким-то, вот, знаешь, не строится живого разговора. Ну, я понимаю, что так часто бывает, что артист уже так устал от неподготовленных журналистов. И все время одно и то же тебя как бы спрашивают, и ты как бы, ну, не знаю, в общем, ты молодец, правда, красотка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...